Здравствуйте. Вот в научных текстах иногда встречаются такие чисто гуманитарные, я бы сказал, почти оккультные слова. Например, демон Максвелла, да, помните? Демон Лапласа. Не о них сейчас разговор. Да, есть еще ультрафиолетовая катастрофа. Это когда старая классическая формула излучения абсолютно черного тела приводила к тому, что в ультрафиолете нагретый объект должен очень сильно излучать, а он не излучает очень сильно в ультрафиолете. Вот так вот. Это называлось ультрафиолетовая катастрофа. Так вот, есть еще одно слово. Кошмар Дженкина. Некоторые называют это кошмар Дженкинса, я так и не знаю, как звали этого благородного английского джентльмена. Дженкин или Дженкинс. Он был инженер-электрик и занимался очень замечательным для своего времени делом. Это 60-е и 70-е годы XIX века. Он прокладывал кабели под дно Атлантического океана. Представляете? Он был, так сказать, ближайшим научным товарищем знаменитого Томпсона. Тот самый, который известен позднее как, так сказать, лорд Кельвин. Градусы Кельвина, как раньше называли, а теперь приказано называть Кельвин. Единица измерения абсолютной температуры. Был его близким другом в научном смысле слова. Так вот, Дженкин, ну, понимаете, инженер он, да? Ну, где-то физик, электричеством занимался. Так сказать, физик-прикладник по-нашему. Так вот, он, как всегда, он всегда, вот физики влезают в биологию и портят сложившуюся красивую стройную систему. А влез он в биологию по поводу гипотезы, или некоторые говорят теории Дарвина, происхождения видов путем естественного отбора и выживания наиболее приспособленных пород. Так вот переводится название книги Дарвина. Оно вышло несколькими изданиями. Книжка постепенно, это было в то время, усовершенствовалась, приспосабливалась, учитывала критику. И вот тут поступила совершенно убойная критика, получившая название «Кошмара Дженкина». Как предполагается функционирование вот этого механизма естественного отбора. Появился некая особь, обладающая замечательным свойством, каким-то свойством более высокой приспособности. Длинным хоботом, длинной шеей, мощными клыками, не знаю чего, хорошим пищеварением. И она выживает, замечательно живет. Она дает свой ген, вот этот в ней случайно появившийся, это я современным языком говорю. В ту пору во время Дарвина это понятие о генетике еще не существовало, к сожалению. Оно не вошло в научное употребление, это понятие. И передает своим потомкам. Так вот, значит, Дженкин обратил внимание на следующее. В ту пору считали так. Вот, говорит, кровь должна быть хорошая, да, как и говорили. Чувствуется благородная кровь, да, знаете, такие слова. Вот так вот говорили о наследственности. Ну, будем говорить слово «наследственность», не кровь, а наследственность. И вот вступили в брак две особи. Одна особь имеет тот самый совершенный, замечательный ген, а другая его не имеет. И это я говорю современным языком. А то есть имеет свойство какое-то такое вот, замечательное, острые зубы, например. А оно будет разводиться той кровью, как говорили, вот менее совершенной особи. И в конце концов этот ген, этот признак пропадет. Он может сохраниться только тогда, если вдруг сразу у всех появился этот признак. И под конец своей научной карьеры, так сказать, Дарвин, чтобы бороться с этим кошмаром Дженкина, он был вынужден вернуться, собственно говоря, на позиции Ламарка, который говорил, что наше изменение, изменчивость происходит как ответ на изменение внешних условий, как приспособление. Вдруг мы все сразу стараемся высоко тянуть шею и превращаемся в жирафов, какие-нибудь там быстроногие лани, или хобот удлиняется. Вот, понимаете, такие вот вещи происходят сразу у всех. То есть Дарвин под действием этого кошмара Дженкина ушел немножко назад. Ну вот, спасибо вам за внимание, всех благ, до свидания.